сейчас друзья мы находимся в маленьком крохотном городочке таком деймин порт тут три сотни человек населения мы с вами тут бывали помните показывал старую тюрьму на двое койко место здесь еще есть заводик стеклодувный вот рядышком вот сюда мы приехали а зачем сейчас узнаем тут у нас легендарный хайбэй номер один и вот практически вся общественная жизнь этого городка находится вот тут тут одно здание и за ним там еще парочка вот здесь собственно все и происходит цвета что это за растение это не знаешь ну и не надо ну не издевайся все что так мы собственно вот сюда идем вот идем на дегустацию а потом уже покушаем ну что друзья вот из этой бутылочки вот из этой бутылочки мы сейчас с вами и отведаем вот эту так виктор давай отведаем на халяву хорошо идет вот это мне это мне винар мне нравится намного больше здесь не надо 10 долларов здесь никаких 10 долларов не надо есть а ты на елпе делаешь потом им пишешь рейтинг и тебе дают бесплатно то что все что нужно это иметь с собой телефон а у нас у всех с собой было было и я даже думаю если один телефон так на всех это лучше чем там не нравится больше она может быть нравится больше но не нравится сильно она не кислая по крайней мере там они какие-то были дурные не кислые еще раз Виктор что это за акция такая на елпе обычно вот в прошлый раз в прошлом сюжете я показывал два как бы меню небольшие первое меню для тех кто приходит с улицы и платит свои жалкие американские 10 долларов и получает за это 5 по капельке 5 тестов и даже не знаю как это сказать тест а второе был член клуба так вот третье вот есть вариация этого дела ты как бы не член клуба но ты съел вот и пришел съел по а елп они все очень уважают потому что на елпе написано то есть фактически они говорят мы тебе нальем стакан а ты нам пиши хороший правильно быть и нальем 4 понемножку да и ты нам пиши а какие вот они какие из них хорошие люди и плохие я не знаю смотрится что они более дешевые обычно то что бесплатно она как бы льется оно лучше в таком смысле что бесплатно но обычно предыдущему сюжет твой не попал я у них попросил за 63 доллара бутылка что у нас да что как бы по американским масштабам сильно дорога 63 но он налил но он налил и денег не взял вы видите друзья тут много я стал хочет назвать это электроникой это не совсем конечно но так наверное для детишек поиграться хорошо вот там девушка такая симпатичная а это такие лица кого-то они хорошо накрюкали сюжета этого года прошло точнее года называется пропор пинк то есть то что надо розовый то что надо розовый вот красивая этикеточка ну давайте попробуем то что надо или так как говорят сейчас попробуем мне такой красивый очень хороший очень хороший на цвете предложить вы видите друзья что видят недорогие вы знаете 3 литра бутыляка 80 долларов а тут за полтора литра нормально нормально вот вы видите друзья бутылочку ну это вот этот вот пропор квары записывается винток а вот оно само много не наливают ну и то спасибо предыдущие мне очень понравилось не ну и не хорошее терпкое очень приятное очень приятное вино Да, друзья, это, конечно, очень интересный такой комбинированный напиток. Видите, что? Каберне-савиньон, Мерлот и там всякое-всячное напиток, побольше, поменьше. И стоит недорого, там 16 долларов, даже странно, очень приличного качества напиток. Вот эта ведерко, не просто так ведерко, в него выливают то, что не выпили, а потом даже не знаю куда. Но мы не такие. Нет, нет, с нас они ничего не получат. Виктор разговаривался с парочкой, они живут в Сан-Франциско, у них пятеро детей. Девочка ей, она так с виду, прям как школьница, а так вообще ей сороковник, и она софтвер-инженер. Но она решила завязать софтвер-инженерингом и открывает ресторан. Лен, ресторан у нее какой? Филиппинский. Ресторан у Сан-Франциско, так что если встретите... А ее муж раз в неделю будет играть там, он не тоист, он музыкант профессионал. Вот и господи. Я все ждал, когда появится вот это вот Винферно сладенькое обалденное винцо. Вот оно, друзья. Бутылочка-то маленькая бутылочка, прям размером. В бокальчик, не то слово, не то слово, такой, понимаешь, напиток. Я бы сказал, Виктор, что это напиток богов. Да, это напиток богов. Я полностью согласен. Каких-нибудь греческих, может быть. Да, греческие они тоже любят. Я очень люблю Винферно, и они очень вкусные. Да. Хорошо. Лина, скажи нам, как напиток. Чувствуешь ли ты себя богиней? Это десертное вино очень приятное. Вот такая интересная картиночка здесь. Это десертное вино очень приятное вино очень приятное вино.